Девушки отдыхают Не возвращай меня в суровую реальность За полтора месяца я все наверстаю Да уж, суровая реальность сейчас у абитуриентов О них и не только в этом выпуске Это программа Альма Матер И мы Лена Хроменкова И Миша Коробицкий Оставайтесь с нами и узнаете Сделать главный выбор Абитуриенты подсчитывают баллы Вузы принимают документы Вступительная кампания в разгаре подробностей Через пару минут На 100% отличники С абитуриентами, набравшими заветные 100 баллов Познакомим в этом выпуске Выпуск нового Могилевского института МВД И юмор от учащихся Могилевского медколледжа Далее в программе Июль Из учебных заведений выпорхнули Счастливые студенты Иначе волна абитуриентов Их бы просто смела Вступительная кампания идет полным уходом 26 учреждений профтехобразования Предлагают выбор из 75 профессий В этом году в некоторых СУЗах открывают новые специальности Например, в Осиповичском профтехколледже Начнут готовить поваров А в Шкловском профлицее номер 12 Социальных работников Абитуриентов ждут больше, чем 4,5 тысячи бюджетных мест А вот о вступительной кампании В высших учебных заведениях Узнавала Кристина Каранкевич На старт, внимание, сертификаты по ЦТ Приготовить В Могилевской области Вовсю идет подача документов От абитуриентов в ВУЗы Наибольший поток будущих студентов По традиции Это первый день подачи документов На бюджет Ну и, конечно, последний В этом году Это 13 и 14 июля Централизованное тестирование сдали И можно расслабиться Не тут-то было Для абитуриентов области Сейчас, пожалуй, самая напряженная пора Ребята подсчитывают баллы Заполняют документы Главное – поступить на специальности Которую мечтал И, конечно, на бюджет Какая специальность? Транспортная логистика Так, интересно Что по баллам? Неплохо Ну хватает А тебе надо было сдавать? Английский, мачмачковый, русский Они же сейчас все хотят быть программистами Поэтому понятно, кем он хочет быть А там уже как получится Когда поступим мы Финансы и кредит Сколько там проходной был в прошлом году? 142 Проходим? Ну, больше Думаю, что да, попробуем В новом учебном году Студентами Белорусско-российского университета Станут 1210 человек Сюда можно поступать По стандартам образования В Беларуси или России Традиционно популярными Среди молодежи Здесь считаются IT-направления Экономический факультет Наибольший поток студентов У нас ожидается На специальность Промышленное гражданское строительство Там, соответственно, и увеличен набор абитуриентов Там 85 человек принимается на дневной бюджет И 115 человек на заочную сокращенную форму обучения На данный момент самый высокий проходной балл в БРУ На специальности транспортная логистика Более 320 баллов Конкурс здесь почти 2 человека на место А вот на все специальности машиностроительного факультета Не набралось пока и 20 человек Родоначальник нашего вуза Машиностроительный факультет Ну, как правило, последние годы на него конкурс поменьше, чем на другие специальности Но, что самое интересное, этот факультет один из лучших других распределяется Соответственно, предприятия заинтересованы в наших выпускниках И они никогда не останутся, так сказать, недовольны своей будущей профессией Своим будущим местом работы В университете имени Аркадия Кулешова в этом году добавили еще 3 новые специальности На историческом факультетах экономики и права и педагогики и психологии детства А вот самый высокий проходной балл в прошлом году здесь был на ИНЯС и правоведении Почти 330 баллов Мы не всегда справляемся с бюджетным планом приема На специальности физика и информатика, математика и информатика Но в этот год, уважаемые абитуриенты Мы обращаем ваше внимание, если будет невыполнение плана приема Будет объявлен дополнительный прием Следите, пожалуйста, за информацией по нашему университету В такой ответственный момент вместе с ребятами, друзья и родители В качестве моральной поддержки В факультете начального музыкального образования Проходной балл в прошлом году, я точно не помню, но вроде бы был 184 Минимальный проходной балл, набор 42 человека Нашу специальность Шансы есть Да, шансы есть у каждого Мы набрали 230 230 набрали, поэтому думаю, что поступим Друга своего поддерживаю Куда поступает? На физическое воспитание Так, хорошо, а что там надо сдавать вообще на физо? А мы не знаем, потому что мы без экзаменов проходили Это как? Потому что мастера спорта и чемпионы мира Ну-ка рассказывайте, кто это такой ваш друг? Илья Воланов Победитель первенства мира по тайскому боксу Ну, медаль с мира Европы, и поэтому мне конкурс Да, ребята очень много идут мне конкурса Потому что они спортсмены, которые отличились на Кубках Европы, на Европе и не только В общем, все молодцы Ну, а конкурс большой? Большой В прошлом году у нас было два человека на место, на платно На бюджет, конечно, места занимаются буквально моментом Кстати, следить за актуальной информацией набора студентов и проходных валах Можно на сайте учреждений того вуза, куда поступаете В Могилевской области это 8 учреждений образования со статусом «Высшее» На бюджет документы принимаются до 14 июля включительно А уже с 15 июля начинаются внутри вузовские вступительные испытания По творчеству и физом Зачисление на бюджет завершится 24 июля Силовые вузы 22 в творческие 28 июля На вакантные бюджетные места вузы организуют док-набор С 26 по 28 июля Искра, буря, безумие Примерно такая реакция абитуриентов, набравших максимальный 100 баллов на тестирование Лен, как ты думаешь, возможно ли набрать на централизованном тестировании 300 баллов? Я думаю, что это возможно лишь в том случае, если сдать каждый примет из 3 на 100 баллов Бинго! Но на практике, Миша, это вряд ли вообще возможно Это ж сколько надо зубрить днями и ночами, не есть и спать А вот тут ты ошибаешься В Бобруйске живут абитуриентки-рекордсменки Обе выпускницы 3-й городской гимназии И обе набрали 300 и 300 Обалдеть Ага, и между прочим, со сном и аппетитом у них все в полном порядке Увиделись в этом наши корреспонденты Бобруйчанки Ирина Ивах и Анна Зыкова не просто хорошо сдали централизованное тестирование А получили 100 баллов по всем 3 предметам Обе девушки сдавали общество ведения, английский, язык Третьей дисциплиной Ани был русский, а для Иры белорусский В таком результате я была очень рада Ну, как бы я поняла, что у меня теперь есть полностью возможность поступить туда, куда я хочу С 4-го класса я участвую в городских олимпиадах, с 10-го класса в областных То есть, ну, вот этот олимпиадный опыт мне, конечно, очень сильно помог Ну, я сама, конечно, проявляла инициативу, занималась, интересовалась Обе абитуриентки собираются поступать на факультет международных отношений БГУ Благодаря собственным же стараниям их мечты осуществились Вот вам другой пример Климовичский район, где пятеро школьников получили 100 баллов по ЦТ Среди них ученик из сельской местности Владислав Прудников Стимоновской школы и Виктория Степанюк Обществу ведению максимальный балл 100 Сертификат 100-бальный, гордость Поступать собираюсь в международные отношения, лингвосторноведение День западный языка, День восточный В Беларуси началась вступительная кампания Сто-бальники, можно сказать, одной ногой уже в ВУЗе А тем, кому еще предстоит пройти жесткий отбор Альма-Матер желает ни пуха, ни пера Они пришли еще школьниками, а уходят настоящими защитниками Сильными, мужественными, красавчиками-офицерами В Могилевском институте МВД прошел выпускной На торжестве побывала Надежда Мешкевич Лучше бы я им с нее поехала На этом плацу ребята чеканили шаг 5 курсантских лет И, наконец, они выпускники Могилевского института Министерства внутренних дел Командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев Поздравил будущих милиционеров и зачитал напутствие министра внутренних дел От имени руководства и коллегии Министерства внутренних дел Республики Беларусь Поздравляю вас с очередным выпуском офицеров, успешно окончивших Могилевский институт МВД В торжественной обстановке 244 курсанта получили дипломы После для выпускников началось шоу Выступление из спецподразделений, ретро-показ милицейской формы, танец маленьких гусаров И приветствие рыцарей в сопровождении курсанток Елена, Елена, прекрасно! Леночка, скажи, как рыцарю завоевать сердце прекрасной дамы? Как и сказала бы сейчас современная молодежь, это кормить, любить и никому не отдавать Но на самом деле я считаю, что в первую очередь главное уважение, мужество молодого человека, а также равноправие полов О равноправии полов здесь знают не понаслышке Девушки-курсанты в два счета уложат соперника на лопатки, а парни ставят рекорды в нарядах по столовой Сколько ты картошки начисал? Целый мешок Целый мешок? За сколько управился? Полчаса Мешок за полчаса Я же говорю, готовый жених, бери Я уверен, что наш курс добьется многих больших успехов И я вижу в ребятах настоящих начальников, не исключая себя Плох тот курсант, который не мечтает стать генералом, а может и супергероем Супергерой? Да, есть, как, наверное, у всех Кто это? Ну я не могу вам сказать, это будет смешно Говори Бэтмен После церемонии прощания со знаменем института в небо взлетели белые голуби и офицерский погон из воздушных шаров Под прощальный марш офицеры по традиции подбросили в воздух монеты Тем временем выпускники и медики получили распределение В медучреждения Могилевской области прибудет почти три сотни молодых специалистов В их числе 44 терапевта, 34 педиатра, 26 врачей общей практики, 32 анестезиолога и реаниматолога А еще хирурги, стоматологи и другие специалисты Большинство будут работать в районах И я уверена, скучать им там не придется Работы хватит Студенты, медики, вообще народ веселый Чтобы убедиться в этом, заглянем в Могилевский медицинский колледж У ребят, о которых я сейчас расскажу, самое лучшее чувство юмора И самое серьезное отношение к работе Они всегда готовы прийти на помощь и, кажется, вообще ничего не боятся Будущие медработники, учащиеся Могилевского медицинского колледжа Конечно, самое долгожданное занятие в колледже – это занятие «практически» Здесь ребят учат зашивать раны, накладывать шины Что здесь творится, мама дорогая? Придем, покажу Одно из занятий здесь – это попробовать зашить раны пациенту Чаще с Евгением сейчас пытается вдеть нитку в иголку И, честно говоря, у него уже третья попытка Держите, держите А есть пластырь у кого? Женя, пациент плачет от боли Моделируем ситуацию Пациент попал в страшную аварию, и ему срочно надо спасти жизнь Девочки делают все, что могут Может быть, на помощь позвать мальчишек? Деверлятор зарядит на 200, доктор! На 200 заряжен На 300! Нет пульса! Зарядит на 360, доктор! Прямо в этот момент ребята борются между жизнью и смертью Неужели спасли? Спасли! Спасли пациента! Ура! Еще во время учебы ребята стараются устроиться на подработку в учреждении здравоохранения Мечта каждого из них – это попробовать сработать в бригаде скорой помощи Рома трудится здесь на подработке По секрету рассказал, чего боятся сами врачи Врачи боятся пожеланий хорошего дежурства А лично у меня есть приметы Я всегда беру перчатки, если будет какой-то бомж, алкоголь, какие-то уличные вызова И тогда у меня никогда не бывает Но если я забыл, будут такие вызова А может, не приметы срабатывают, а подсознание? Ведь не зря говорят, чего боишься, то и произойдет Лето – прекрасная пора, и что может ее омрачить? Только насекомые Поэтому сегодня вам в копилку новый полезный совет о том, как избавиться от комаров Новый лайфхак от Альмаматор Чтобы избавиться от комаров В доме возьмите половинку лимона и целую гвоздику Эти специи продаются в любом магазине В мякоть лимона вставляем бутоны гвоздики и оставляем около постели на ночь Ароматный запах будет отпугивать насекомых Еще один вариант – кошачья мята Если у вас не оказалось этого растения, можно взять спрей для котов на основе кошачьей мяты Побрызгайте им любой декоративный элемент рядом с вашей постелью Это избавит вас от комаров Если все же вас укусила насекомая, самый простой способ избавиться от зуда – помазать вместо укуса зубной пастой На этом у нас все Мы ждем вас в Альмаматор каждые две недели На Беларусь 4 Могилев и, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте Пока-пока! Такие талантливые Ты же так показала себя? Елена Хроменкова О, да! Ты лучше получается себя представлять, чем кого-то Сделать главный выбор, абилатуриенты подсчитывают балл… Аб... Продолжение следует...